Ассаламу алейкум дорогие телезрители с вами программа семейный доктор сегодня речь в нашей программе пойдет о таком маленьком и крохотном органе но который выполняет огромную функцию в нашей эндокринной системе это щитовидная железа и тема нашей передачи зоб какие меры профилактики и лечения существуют об этом расскажут квалифицированные специалисты клиники внутренних болезней при казахском национальном университете имени асфиндьярова так как клиника внутренних болезней при казахском национальном университете имени асфиндьярова врачи эндокринологи не только лечат пациентов но и обучают студентов нам посчастливилось попасть на лекцию послушать И не только, но и позадавать вопросы доценту кафедры эндокринологии. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья, студенты. Меня зовут Серик, и я журналист телеканала «Ассаларна». Значит, в рамках программы «Семейный доктор» мы сегодня решили посвятить тему именно такому заболеванию, как зоб. Да. Расскажите, пожалуйста, прежде чем перейти к этому заболеванию, что из себя представляет щитовидная железа человека? Щитовидная железа – это такой орган эндокринный, который играет, скажем так, очень важную роль в организме человека, потому что она регулирует все обменные процессы, то есть работу всех, можно сказать, эндокринных желез нашего организма. Поэтому его называют дирижером нашего всего организма. И, скажем, находится она, если чисто так, по-простонародному, скажем, в передней части шеи, да, и легко пальпируется, легко доступна обследованию. Дальше будем рассматривать, как она влияет на весь наш организм. Давайте, может быть, на интерактивной доске вы покажете. Все сигналы из окружающей среды обычно поступают в центральный головной мозг, гипоталамус, да, и где выделяются статины и либерины, а для нас для щитовидной железы важен этот тиролиберин, да, и он, в свою очередь, подает сигнал на гипофиз. А гипофиз, в свою очередь, дает всем органам внутренней секреции, здесь для нас важна щитовидная железа, да. Через гипофиз идет сигнал, и, как вы видите, по обратной связи, да, вот стрелки показывают, это идет гипоталама, гипофизарная, тироидная ось. Посредством чего нарушается именно работа щитовидной железы? Работа щитовидной железы нарушается от, скажем так, неправильного синтеза тех же тиреоидных гормонов. Ну, бывает, значит, когда недостаток, а недостаток, когда тиреоидных гормонов нет в окружающей среде, да, или мало, скажем, не совсем нет, их мало. И две трети территории Земли относятся к йододефицитным регионам, да, и Казахстан в том числе является йододефицитным регионом средней и легкой степени, да, каждая область, скажем, в какой-то мере влияет на это. Но Алмата более ближе, скажем так, к средней степени йододефицита в местностях избыток одних тяжелых металлов, скажем, того же свинца и так далее. Если мы возьмем, скажем так, образ жизни, то в первую очередь это курение, да, оно оказывает самое мощное, скажем так, токсическое влияние на работу щитовидной железы. Ну давайте теперь заострим свое внимание именно на зобе, да, на этом заболевании. Ну, зоб… Что он из себя представляет, что такое зоб? Если коснуться понятия зоб, так, зоб – это увеличение щитовидной железы, да, как вы видите, вот это нормальная щитовидная железа, ну, медики знают, как ее определять, да, а вот здесь это увеличенная щитовидная железа. Зоб – это значит увеличенная щитовидная железа. Эндемический зоб, то есть это из-за нехватки йода в окружающей среде щитовидная железа начинает напрягаться, поэтому терроциты, это вот, скажем, клетки, да, основные щитовидной железы, они начинают увеличиваться в размере, их количество тоже увеличивается, ну, в основном в размере увеличивается, и поэтому, ну, из-за того, что не хватает йода, она начинает свою функцию как бы увеличивать, хочет увеличивать, но структурной единицы там нету, да, йода мало и гормонов щитовидной железы мало. Поэтому сама щитовидная начинает увеличиваться больше, чем должно быть в норме. И когда мы видим это увеличение, мы должны определить функцию щитовидной железы. Она снизилась или увеличилась. При эндемическом зобе чаще всего бывает снижение функции, да, или мы говорим, это первичный гипотириоз. Гипотириоз – это синдром, специфическое состояние организма, связанное с реакцией на низкий уровень концентрации гормонов щитовидной железы. При компенсации необходимого уровня гормонов эти симптомы обычно исчезают. Гипотириоз может быть связан с функциональной недостаточностью гормонов щитовидной железы или с патологическими процессами, влияющими на гормональный обмен. А вот существуют некие узлы. Что это за узлы? Расскажите, пожалуйста. Вот когда мы говорим, не хватает йода, вот по той же схеме, которую рассказывала, значит, вот это увеличенные тироциты до какого-то своего максимального размера увеличивается. И в один момент все-таки йода нет. Если когда она увеличивается, когда процесс идет нормальным, он должен из себя выделить эти гормоны. В первую очередь свободный тироксид. А раз нету, йода мало и связанных с коллагеном тоже йодов мало, то он что делает? Он начинает пыжиться-пыжиться и лопнет. И когда лопнет, вместо каждого тироцита образуется, скажем так, ценительная ткань, пустая. Она лопнула. И вот когда этот процесс, если мы не вмешиваемся, не лечим, то их становится много, и эти скопления уже образуются в узлы. Ну, могут быть кисты иногда, чаще узлы. Поэтому, когда мы видим множественные узлы, чаще всего мы сразу начинаем подозревать, что у пациента в основном это йододефицитное состояние. Дорогие телезрители, сейчас рядом со мной сидит ассистент кафедры эндокринологии клиники внутренних болезней при Казахском национально-медицинском университете имени Асфиндьярова, Оскар Шиндалыевич. И, значит, он сейчас продолжит тему касательно именно зоба нашей щитовидной железы. То есть, выше было уже сказано о том, что существует эндемический зоб. Какие же виды зоба есть? На самом деле, разновидностей заболеваний самой щитовидной железы очень много. Туда входит и, как начиная с эндемического зоба, так и узловой зоб, диффузно-токсический зоб, нарушение функционального. Скажем так, патологию щитовидной железы можно разделить на две группы. Первую группу мы назовем нарушение качественного состояния. Вторую группу назовем как бы нарушение функционального состояния. То есть, качественное состояние – это эндемический зоб. То есть, это что? Это увеличение, разрастание самой щитовидной железы, да? То есть, изменение качества железы. Также можно туда отнести узловой зоб, то есть, появление в щитовидной железе определенных разрастаний ткани в виде узлов. К кисточек узлов. К нарушению функциональным состоянием щитовидной железы мы отнесем такие заболевания, как гипотиреоз, диффузно-токсический зоб, то есть, гипертиреоз, наоборот. Это когда функции щитовидной железы – избытки. То есть, гормонов щитовидной железы очень много. Давайте тогда более подробнее разберем диффузно-токсический зоб, да? Диффузно-токсический зоб, скажем так, у нас в Казахстане, и если говорить в частности Алмата и Алматинская область, сейчас довольно-таки распространенные заболевания. Если говорить уже непосредственно о этиологии и о патогенезе диффузно-токсического зоба, да, это состояние именно агрессии иммуносистемы. То есть, это иммуноопосредованное заболевание. Но здесь механизм именно связан с избытком секреции в том, что на поверхности каждой клетки щитовидной железы имеются рецепторы, которые взаимодействуют с этими антителами. И, соответственно, когда это взаимодействие происходит, происходит такая, как бы, стимуляция щитовидной железы, и щитовидная железа вынуждена под, скажем, агрессией иммуносистемы, под давлением, да, иммуносистемы, начинает выбрасывать в кровь большое количество гормонов. То есть, уже переходя к клинике, здесь основными жалобами, изменениями могут быть следующие признаки. Во-первых, это резкое похудание. Буквально за месяц, за два, грубо говоря, человек может похудеть 20-40 килограмм. Прям на глазах сгорает. Учащенное сердцебиение. То есть, постоянно пациент испытывает, он чувствует свое сердце, оно бьется у него очень быстро и громко. То есть, вот пациент приходит, спрашиваешь, а как у вас с сердцем? Пациенты сразу говорят, у меня прямо оно вот сейчас вот где-то здесь, и вот сейчас вот выскочит. Учащенное. Учащенное сердцебиение. И особенно они это начинают ощущать после каких-то физических нагрузок. Какие осложнения существуют при зобе, и к чему они могут привести, если вовремя не обратиться к специалисту? Самое первое – это проблема сердечно-сосудистой системы. Это сердце. То есть, там появляется, что? Сердечная недостаточность. На фоне того, что постоянно тахикардия, оно, сердечные мышцы, они изнашиваются. Получается, что через несколько лет, скажем, у каждого индивидуально может возникнуть уже в 35 лет, 40 лет, да? У молодого относительно, скажем, пациента может возникнуть что? Сердечная недостаточность. Уже не сможет выполнять физические нагрузки из-за своего сердца, глаза. То есть, это тоже, в принципе, до полной слепоты может возникать. То есть, инвалидизация до первой группы. Человек, он полностью может лишиться глаз. Если не лечить. Вовремя не лечиться, не лечить. То есть, если не заниматься лечением этого заболевания. Также осложнением, что может быть? Это остеопороз, то есть, вот этот вот кальций из костей, ломкость костей. То есть, в силу того, что обмен веществ усиленный, получается разрушение костной матрицы. И вот это вот, как бы, кальций, он просто уходит из костей. Какие могут быть причины вообще возникновения рака щитовидной железы? Злокачественные и доброкачественные новообразования. Доброкачественные – это есть по своей сути узловые образования, узловой зуб. Из них мы, когда диагностируем, получается, пациентов, мы можем получать раковых больных. То есть, при диагностике мы диагностируем рак щитовидной железы. На данный момент, в настоящее время, золотым, как бы, стандартом в диагностике рака щитовидной железы является тонкоигольно-аспирационная биопсия с последующей этой подконтрольным ультразвукового исследования. То есть, делается УЗИ и делается прокол именно того узла щитовидной железы с последующей микроскопией этого материала. И цитолог уже, врач, говорит, есть там рак или нет. Какие методы лечения нашли широкое применение в лечении зуба на сегодняшний день? В нашей клинике мы применяем метод, опять же, цитокинотерапии. То есть, мы начали работать этим методом с 2004 года. Вот уже, получается, 13 лет. 13 лет мы занимаемся цитокинотерапией. А давайте поподробнее разберем, что такое цитокинотерапия. Что такое цитокинотерапия? Ну, это малоинвазивный метод лечения. То есть, метод лечения самого узлового образования. То есть, сейчас говорят, что узловое образование, что это какое-то воспаление, да? Вот четко очерченное воспаление, и он образуется, передается как на УЗИ узловое образование. То есть, что мы делаем? Мы делаем туда уколы. Мы делаем уколы, и узлы уменьшаются в размерах, а потом вообще рассасываются. То есть, у меня очень много таких случаев, когда пациенты проходят 2-3 курса лечения, иногда 4 курса лечения, да, через определенный период, это 3-4 месяца в динамике. И приходят, и полностью узловые образования рассасывают. Какие меры профилактики существуют во избежании зоба? Профилактика эндемического зоба мы, допустим, я своему ребенку ежедневно даю йодомарин. Он подросток. То есть, для него йодомарин нужен, как и всем подросткам. Опять же, есть профилактика йодомарина, раньше была, вот я даже сейчас помню, в садике была, нам один раз в неделю давали антиструмин. Это профилактика эндемического зоба. Когда он может идти к врачу, когда он чувствует усталость, когда он чувствует сонливость днем, да, то есть, вот он хочет спать, бессонницу по ночам, какие-то головные боли, он чувствует, что он поправился, хотя мало кушает, да, то есть, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей. Вот в этих случаях он должен обратиться к врачу-эндокринологу для того, чтобы тот поставил ему соответствующий диагноз, да, отчего у него вот эти вот причины. Дорогие чрезвычайные зрители, если у вас появились небольшие изменения в щитовидной железе, не надо думать, что болезнь сама по себе пройдет. Нужно вовремя обратиться к квалифицированным специалистам. Ну, а с вами была программа «Семейный доктор». До скорых встреч, берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин